Добрый вечер, дамы и господа! В студии Алексей Пляков, Илья Савельев, Анатолий Кузичев. В эфире ослепительное шоу «Профилактика». В 19 часов в 10 минут московского времени наш гость после долгих перипетий бесед с гаишниками добрался до нас, потому что он вообще не дает денег на дороге принципиально. Ибо Иван Ниненко, заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований, Иван, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте. А правильно, вот объясните там еще путаницу эту терминологическую. Что такое Transparency International? Это коалиция организации, которая существует в 82 странах, и, соответственно, у нас есть наша организация Transparency International России, это российская организация, которая входит в эту международную коалицию. Вот Центр антикоррупционных исследований, это что? Это российская организация. Это российское отделение Transparency International. Да, при этом это именно российская организация, мы не являемся филиалом, то есть здесь не надо представлять, что есть какой-то большой босс, который дает всем приказы. Мы являемся российской организацией. Работаете по франшизе? Да, работаем по франшизе в некотором городе. Как Макдональдс? Практически. Хорошо. Так, стоп, а что у нас было в прошлом часе? Какая-то заваруха в конце? Нам надо закрыть тему. Жить лучше, хуже, оружие, а, убивать. Все, да. Оставайтесь людьми, друзья. Вот так вот. Хорошо, теперь с Иваном беседуем. Было весело, как я понимаю. Весело, громко, эмоционально. Никого не убили? Вроде нет. Нет, такая закона не вышла, мы не можем. Даже обороняйся. Так вот, так, стоп, да, возвращаемся. Вот, это ваша организация регулярно публикует всякого рода рейтинги унизительные для нашей Родины. Я вспомнил, почему я орал на того дядьку, потому что он назвал это этой страной. Я за такое в глаз бью вообще обычно. Так вот, публикуют всякие унизительные рейтинги, и мы там 143-й в лучшем случае, да? Да, за последние годы это, кстати, лучшее достижение. Немножечко поднялись, раньше были еще ниже 150-го. А какова методика подсчета коррупционности страны? Это индекс восприятия коррупции, о чем сейчас говорится. Это самый такой крупный рейтинг нашей организации. Индекс восприятия коррупции? Восприятия. То есть вы меряете представление о? Да, да, да. Здесь это как раз ключевой термин. Потому что измерять саму коррупцию в таких странах невозможно. То есть есть другие индексы, которые сравнивают похожие страны по другим критериям, а это глобальный индекс, который измеряет восприятие коррупции как проблемы. Это агрегированный индекс других исследований. То есть на самом деле есть такой чит, мы своего исследования здесь не проводим. Есть 12-14 каждый год. Это разное количество исследований других организаций. Это международный банк, это институты некоторые. Это правозащитные организации, которые агрегируются. То есть чтобы страна попала в рейтинг, должно быть как минимум 3 этих исследования в стране. И их данные суммируются, берутся те вопросы, которые связаны с коррупцией. Ну, например, Всемирный банк опрашивает бизнесменов, как они оценивают здесь коррупцию. Или эксперты института экономики Европы отвечают на этот вопрос. Ну, там вопросы связаны с коррупцией. А вы не понимаете, что они могут быть власти стереотипов? Конечно, и во многом это, повторюсь, это является именно индексом восприятия, и называется он. То есть его, конечно, иногда упрощают, говорят, это самое коррумпированное. Нет, мы повторяем, что это лишь восприятие коррупции. Есть очень сложно таких много моментов. Если страна начинает бороться с коррупцией, не исключено, что она в этом рейтинге на некоторое время съедет вниз, потому что про коррупцию начнут больше говорить. Но при этом в целом этот индекс показывает... Ну, то есть нельзя говорить о том, что в один год есть какая-то там однозначная ситуация. Но в целом по нему можно ранжировать страны по группам. То есть, опять же, здесь не так важно вот конкретные 143 пояснения, но, скажем так, нижняя половина рейтинга вызывает большой вопрос. Ну, у нас в целом считается, что меньше 4 баллов, там, в 10-ти балльной системе, меньше 4 баллов, это значит, страна имеет проблемы с коррупцией. Это, ну, вот Россия, к сожалению, там сейчас 2,1, 2,2 в последние годы получается. То есть это конкретные проблемы. Я полагаю, ну да, я полагаю, кстати, что в ближайшем году я пока не могу озвучивать, какие будут результаты, но я не исключаю, что Россия немножко поднимется выше во многом, потому что Дмитрий Анатольевич Медведев провел через нашу Госдуму хотя бы базовые антикоррупционные законы, потому что, на самом деле, это было смешно вообще говорить о противодействии коррупции в нашей стране еще несколько лет назад, когда у нас не было понятия коррупции в законодательстве, не было там наказания, например, за посредничество взятки. То есть вообще востребнику за взятку нельзя было вообще никакое наказание вообще предусмотреть. Вот эта корреляция между пакетом законов и, так сказать, ситуацией с коррупцией в стране, это очень интересно, потому что, я полагаю, в Советском Союзе тоже не было понятия коррупция и не было того, что вы сейчас сказали. Я уверен, что в Советском Союзе, тем не менее, там, конечно, мы все знали, как брали и так далее, но явно же не 143-е место. Явно. Как-то обходились без этих законов? Нет, есть ряд стран, которые, конечно, выше. Это ситуация с коррупцией сейчас для того, чтобы, скажем так, есть еще ряд методов, в которых страна могла бы повысить свое место. То, на что обращают внимание, например, международные эксперты. Это, например, некоторые резонансные дела. У нас, к сожалению, с этим очень плохо. Для международных экспертов важными являются, в частности, дела Даймлера. Когда компания признала, что она давала взятки, она заплатила огромный штраф в Америке, а у нас в России ни один чиновник, который эти взятки получал, так и не был наказан. А ситуация с Даймлером отразилась ли на рейтинге Америки? Потому что они же давали взятку. Да, Америка, на самом деле, там бьет тревогу. Они скатились уже почти до 20-го места. И там у них это воспринимается как достаточно серьезная проблема. Уже 24-е место, и там это воспринимается как серьезная проблема, то, что они выпали из первой двадцатки. И на самом деле... На первом кто? На первом там... Новая Зеландия. Новая Зеландия, Сингапур. Новая Зеландия первая, Дания вторая, Финляндия тоже вторая, Швеция, ну, 9-ое место, Швеция четвертая, Сингапур пятая, Норвегия, Нидерланды, Австралия, Швейцария, Канада. Вот так десятка первых выглядит. Какие-то жалкие, вот таких серьезных нет. Ну как, Канада, кстати, на Россию во многом похожа и географически, и размерами. Тут только там не освоено. Ну, у нас тоже, впрочем, большие территории не освоено. Но она же такая, жалкая. Ну, маленькая. Ну, то есть, подожди, сейчас по народу. Нет, сейчас за Арктику. А Россия по народу? А сколько в Канаде народу? Честно говоря, я не знаю, но давайте посмотрим. Да больше, конечно. Ну, больше, конечно. Так что наша... А вот есть какая-то корреляция, вот, например, глубины проникновения коррупции и места в вашем рейтинге? То есть, грубо говоря, говорит ли, например, пятое место Сингапура о том, что там взятки берут просто на более высоком уровне? Ну, то есть, там какая-то коррупция все-таки есть? Ну, коррупция есть везде. Это, безусловно, вопрос лишь, да, в ее уровне проникновения. И, конечно, те страны, которые наверху, речь идет о том, что коррупция там находится на том уровне, который не затрагивает большинство граждан. То есть, коррупция, ну, как и любая, на самом деле, как и любое преступление, ну, знаете, там, условно говоря, убийство тоже есть во всех странах. Просто есть страны, где убийства зашкаливают, да, и это ужасно. Есть страны, где, там, и получается эффективно построить систему так, что убийства крайне мало. Кстати, видите, вот нам, девчонки, написали, в Канаде 34 миллиона. В Москве столько одновременно находятся. Ну, спасибо. Да, продолжайте, просите. Хорошо, значит, Канада у нас меньше. Ну, ничего, все-таки... Нагонит. Да, Япония там на каком месте, которая... А вот Япония, это интересно. Да, Япония, она у нас как раз ближний, ближний наш сосед, большой друг. 14-е. Да, это внушает, да, согласен. Давайте дальше. Да, но также есть другие индексы. Например, есть индекс, в котором именно опрашивается население. Это индекс взяткодателей. Там тоже у России... А тоже вы этим занимаетесь? Ну, этим занимается, как называется, Transparency International, соответственно, в целом, во всем мире. Мы этим, ну, как, занимаемся косно, потому что это опрос, который заказывается в России, его проводило, если я не ошибаюсь, Ипсос в последний раз. Ну, и в ближайшее время мы снова будем публиковать эти данные. Вы так на скидку не помните, когда Россия где там... Я сейчас открою вам, все это уточню. Есть, например, также данные по корпорациям. Там у нас Газпром традиционно занимает крайне низкое место. Но это, опять же, в том числе из-за того, что наши компании не умеют, ну, как, адаптироваться к современным реалиям. Сейчас во всех традициональных корпорациях уже достаточно серьезно подходит к вопросу противоействия коррупции. То есть внутренние антикоррупционные политики разработаны таким образом, чтобы, ну, уменьшить возможности коррупции. Хотя бы, чтобы были прописаны все эти правила. А что такое коррупция? Коррупция, в нашем понимании, и в понимании, кстати, российского законодательства, это злоупотребление должностным полномочиям в личной выгоде или для выгоды третьих лиц, получение материальной или нематериальной выгоды. В России сейчас только материальная выгода, хотя собираются ввести нематериальную тоже. Нематериальную собираются вводить. Просто в советские времена, помните, было же, фу, в советские говорю, просто в русском языке уже у нас неспроста столько было слов, обозначающих то, что сейчас емко называется коррупцией, было лихаимство, было мздоимство. Это были разные вещи. Коррупция, в научных терминах современных, это коррупция вымогательства и коррупция удобства. Коррупция удобства, это когда оба участника процесса остаются удовлетворены ситуацией. Чаще всего инициатором в данном случае является гражданин, и он склоняет чиновника к коррупционному поведению. А коррупция вымогательства, когда инициатором является чиновник, представитель власти, и он склоняет... Вымогает. Да, вымогает. Сейчас буду писать, да, но я сейчас начну писать. То есть это вот коррупция вымогательства. А когда, типа, ну давайте решим как-то на месте, но времени нет, ездить в суд, это вот коррупция... То есть человек, который дает взятку, он также виноват? Конечно. Это является и преступлением, и, на мой взгляд, это является участием в этой коррупционной системе. В обоих случаях. Получается, получается, что... Но с вымогательством это, конечно, может быть немножко сложнее. Я могу представить о ситуации, когда кому-то придется дать взятку. Могу рассказать замечательную историю, которая как-то случилась со мной. Когда я пересекал границу в России, границу между Ингушетией и Северной Осетией. Так, в багажнике автомобиля? Административную границу. Да, это административная граница, но если кто-то попытается ее пересечь, ну это, честно говоря, была самая милитаризированная граница, которую я пересекал в моей жизни. И там возникли вопросы к моему паспорту, в котором нет штампа военнообязанной. Я паспорт получал после 27 лет и пытался донести проверяющему там, я не знаю, каким статусом обладают эти люди, которые завели меня в блиндаж с автоматами. И спрашивали, где же мой штамп военнообязанности. Я им писал, что паспорт получен после 27 лет, и я уже не подлежу призыву. Они хотели сразу там призвать? Нет, они хотели штраф. Я бы говорил, давайте оформлять протокол. Говорит, нет, протокол не получится, давайте вот так сколько-нибудь. А, вот так вот, да? Да. Ну как, мне трудно ему было объяснить, что я не даю взятки. Это моя работа. Но я не хотел вдаваться в подробности моей работы, потому что это могло бы вызвать просто непонимание с его стороны. Нет, вам бы начали давать бы, следили бы, чтобы... Ну давай, ну давай, ну давай, ну давай. Поэтому я просто ему сказал, что нет, я ему не буду ничего платить, и столько не будет оформлен штраф. И после там 15 минут вопросов о том, ну все-таки хоть что-то заплатите, пожалуйста, меня отпустили. Что, в принципе, часто бывает на самом деле. Вы сколько-то заплатили, пожалуйста? Нет, там я ничего не заплатил. Вообще, с тех пор, как я работал в Transports International, ни разу взятку не давал. Ну подождите, стоп. Ну послушайте, Иван. Ну на самом деле. А вы живете в России, точно? Живу в России, в Москве, здесь нет. На постоянной основе. Ну нет, это дико-дикоинка. Интересно пообщаться с человеком, который никогда не дает взятки. Нет, мне просто интересно, можно ли вообще технически. Вот реально, в России выжить. Жеки, гаишники, вот технически выжить. Большое у вас есть, у вас есть там идеалы. Чаще всего нет, чаще на общественном транспорте или на велосипеде, например. У вас есть идеалы. Ну а вот технически можно выжить? Ну расскажите честно. Конечно, даже единственное, больше всего я боюсь ситуации в больнице, но пока тьфу-тьфу-тьфу не возникала ситуация в больнице, когда мне бы приходилось давать взятки. Это я боюсь, потому что там реально может быть ситуация, когда я могу представить себе, что чья-то жизнь в опасности. Пока на самом деле Жеки, паспорт, загранпаспорт, замечательная система на самом деле госуслуги, хоть она кривая, косая, но она все равно упрощает эту ситуацию. Не надо туда 10 раз ходить, приходится 10 раз заполнять на сайте. Ну это хотя бы можно сделать из дома. На самом деле вот у нас есть проекты, где в Чечне вот эту систему госуслуги активно распространяют, потому что там получить загранпаспорт без взятки совсем сложно. А вот если его запросить через госуслуги, иногда это получается у граждан, потому что вроде как это уже попало в федеральную систему. А вы чувствуете, что жизнь ваша сильно усложняет с тем, что вы из принципиальных соображений нигде никогда никому не даете взяток? Ну и да, и нет. Потому что на самом деле вот я обнаружил, что если я так уверенно начинаю разговор с того, что человек становится понятным, что он от меня ничего не получит, то иногда некоторые чиновники предпочитают быстрее, наоборот, разобраться, потому что здесь в данном случае ничего не перепадет. Это очевидно. Иногда я просто даже с этого начинаю разговор или начинаю с них спрашивать про какие-то аспекты их деятельности, ну, касающиеся того, что нас интересует. Внедрение каких-нибудь проектов. Говорят, что вот я занимаюсь этой деятельностью. И знаете, часто наоборот. Они как-то предпочитают со мной побыстрее расстаться. Мало ли чего, да. Это, кстати, смотрите, это же тоже форма взятки на самом деле. Это взятка запугивания. Получается, что вы говорите, что вы работаете в Transparency International, вы боретесь со взяточностью, у вас прям генеральный, заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований. Естественно, вас боятся. Это взятка запугивания. Ну, я считаю, что это связано также с тем, что я чаще всего смотрю законы и знаю права. Но я считаю, что это нормально, если бы граждане также знали права. Ну, посмотрите все эти ролики замечательных автомобилистов, которые изучают правила и дают отпор гаишникам. Так что некоторые гаишники предпочитают уже, знаете, пропустить какого-нибудь там... Умника. Да, умника, чем с ним бодаться, потому что он знает законы лучше их. Помните, фильм был такой, не помню чей, ну, какого-то классического режиссера клевого, «Гангстера и филантропа». Это же это фильм был, да? Ну, где мужчина сидел в ресторане, он доставал спиртометр и помешивал. Первый раз он это просто по рассеянности, а там все, конечно, на уши. И ему, значит, принесли, значит, так... И скатерть поменяли, и всех вокруг там стали обслуживать, и еще ему потом вернули. Вы забыли газету. Он говорит, да бог нет, вы забыли газету. Ему дали, а там, значит, купюра. И потом он подумал, ух ты, смотри, работает. Он просто приходил. Он же нигде ничего не говорил, никого не запугивал, как вы, вот этому милиционеру. Он просто сидел и так вот и помешивал спиртометром. И, в общем, он много поднял. Но потом его, так сказать... Там печальный конец, я не буду рассказывать. Вы его поймали. А скажите, по вашему мнению, вот в нашей этой беде общенациональной коррупции кто виноват? Люди или система? Потому что вот никто... Ну, много таких людей, как и вы, собственно, да и я, наверное, говорят, что начинать надо себя, надо самому передать. А кто виноват? Ну, я не думаю, что виноват кто-то один. Система виновата. Система виновата в том, что не идет противодействие коррупции, потому что не исполняются те законы, которые приняты, или принимаются такие законы, которые провоцируют коррупцию. В том числе виновата... Ну, часть вины лежит и на обществе, часть вины лежит и на бизнесе, который предпочитает эти короткие деньги, а не какие-то длинные проекты, и, соответственно, легче распилить сейчас, а не инвестировать долгое. Часть вины лежит и на Глобальном бизнесе, который также Часть компании, на самом деле, вообще не приходит в Россию Чтобы не участвовать в этих коррупционных схемах Но часть готова прийти Почему? Подожди, вот Андрей Кураев сказал Процитировав Маркса, что, мол, если перед капиталистом Светит выгода в 300%, он ни перед чем не остановится Я полагаю, что в России светит Да, но это зависит от его горизонта планирования Понимаете, если капиталист планирует только на завтра То да, он придет, а если капиталист планирует Так, что его дети дальше этой компанией управляют А таких капиталистов тоже полно А он понимает, что здесь Либо, а, рано или поздно политическая ситуация изменится Его предприятия схавают Или еще и посадят его каких-нибудь там Менеджеров или его самого здесь же Либо, б, он попадет на международные Запреты взяток, потому что сейчас, например, в Америке В Великобритании закон запрещает Этим компаниям давать взятки из-за границы Ну, то, на чем попался Даймлер То есть закон запрещает Даймлеру давать взятки в России тоже Если это будет доказано Например, в американском следствии То Даймлеру придется заплатить взятку в Америке В Великобритании Ну, штраф в данном случае В последний раз вот Файзер Мегакорпорация А почему такая В чем проблема-то? Ну вот Почему они не могут работать без взяток? Нет, я к тому Почему они не могут нормально, спокойно со взятками работать? Почему эти законы принимаются? Чтобы они так не работали? Только смотрите Убираем сейчас в сторону, так сказать, национальную И морально-этическую сторону Многие считают, что, скажем В России просто в силу нашего византийского происхождения Нашей вот всей, так сказать, и эстетики, и этики византийской Для нас это абсолютно нормальный смазочный материал Это у нас другая мораль, чем у америкосов несчастных Так считают много Я цитирую Да, так считаю А почему нет-то? Ну, действительно была Византия Мы плоти от плоти и все такое Да нет, может быть и так Хотя лично я так не считаю Но эти законы принимаются потому, что Есть некоторые стандарты По которым, ну вот, в развитых странах Хотят, чтобы устраивался бизнес Им понятнее, если бизнес бы устраивался на таких вещах Там именно инвестируют в долгосрочные проекты Для них понятно, что если компании будут участвовать не в коррупционных схемах А в более простых Для них это будет и по более понятным правилам для этих государств На самом деле, по большому счету Международное противодействие коррупции Это как раз создание более понятных институтов Мы можем, конечно, жаловаться, что это внедряют нам западные стандарты Но, на мой взгляд, институты с низкой коррупцией Это лучше, чем институты с высокой коррупцией А вот по поводу менталитета Знаете, вот так говорят во всех странах, где высокая коррупция Вот в Уганде мне местные депутаты рассказывали Что вы в Европе не понимаете Это наш менталитет укандийский А вот в Польше, которая вроде как имеет с нами общие корни Как-то не особо заморачивается на исторические проблемы А активно там и полицию поменяли Так что она, в общем-то Ну или даже в Грузии тоже поменяли Ну поменяли до того, что идея дать взятку на улице как-то не возникает И ввели много институтов контролей за госзакупками И за другими бюджетными сферами Ну это же два разных совершенно случаев Вот скажем, Грузия, да, это хороший пример И даже там, ну Польша не очень хороший пример И Швеция какая-нибудь, например Почему и там, и там Плохая идея дать взятку на улице В Грузии, понятно, что это какие-то очень жесткие меры, наверное И чудовищное наказание Несоразмерное пока в европейском понимании Потому что людей же нельзя изменить мгновенно, правильно? А люди привыкли, хоть тем более грузины Они же привыкли так решать вопросы И вдруг они, значит, им эта идея кажется дикой С какой-то стати Она им кажется дикой только в одном случае Потому что это вдруг влечет за собой, повторяю Ну условно говоря, отсечение правой руки Ну совершенно несоразмерное А в Швеции это привычка Там и не было, и у папы моего не было И у деда не было этой идеи То есть годами, годами, столетиями Выработавшийся уже такой безусловный рефлекс Абсолютно так, нет Она также начинается на уровне университетов То есть у нас вот это вот коррупциевое образование Это на самом деле страшнейшая вещь Которую с этого момента учат многих людей Она развращает, я согласен Это уже нормально То есть когда что-то тебе не нравится Ты там идешь плачешь На самом деле, ну, а такого нет Например, в той же Швеции Если посмотреть, то исследования Вот еще в школьные годы Люди не так хорошо представляют Что коррупцию воспринимают как чем-то плохим А вот уже в студенческие годы Этот тренд сильно меняется И студент начинает воспринимать коррупцию Как неотъемлемую часть Кто главный, так сказать, движок коррупционный Давайте социологию Причем с одной и с другой стороны Дающий и берущий В смысле имеете в виду движок? Возраст, положение Главный коррупционный Или это разномерно размазано по всем слоям Именно по всем возрастам нет Вот исследования про школьников и студентов Есть, как раз недавно там наши коллеги делились из Саратова А вот такого, вы знаете, по всем возрастам Среза я не видел, к сожалению Ну, словно говоря, там вот Ну, это опять же зависит во многом скорее от социального положения От каких-то От столкновения Нет, ну, от столкновения с государством Потому что От количества точек соприкоснования вы имеете в виду? Да, 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 да Потому что если вы работаете, ну, например То есть, например, если вы работаете в каком-то там государственном секторе Или в предприятии с государственными заказами Вероятность вашего участия в коррупции выше, чем если вы работаете в частном секторе Одно секунду Друзья, вы слушаете федеральную радиостанцию «Маяк» Мы сейчас проверяемся на новости МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современный харассмент по-американски Причмокивание губами Оценочное насвистывание, которое возможно воспримять как комплимент Оскорбление или связанное с песней Содержание которой однозначно намекает на межполовые отношения То есть, спят усталые игрушки, если не насвистеть Нет, you are too sexy for my turn Вот то, что ты сейчас спел Да, первоклассник насвистел Первоклассник Его исключили из школы за это Ой, я не то свистел Я пытался насвистеть классическую песню Фрэка Сантера Физрук насвистел просто в школе Я это просто пересвистел Where do I begin? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 19 часов 40 минут московское время У нас в гостях Иван Ниненко Заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований Или, как они сами себя называют Русское отделение Transparency International Мы работаем по франшизе Круглые сутки в Москве и области Ну вот, Иван, вот такой Извините, почему-то обсуждение А также еще один Почему только Москва и область? Еще же есть куча регионов России Я вам рекламное объявление сейчас Расславил просто коррупционеров всей стороны России Понимаешь? Мы работаем по всей стране Круглые сутки Смотрите, вот вам такой Такой логический парадокс Вы, Иван Ниненко, вы не даете взяток Так Ну так, в смысле да? Да, ну... Да, хорошо, продолжаем В чем логический парадокс? Я вам говорю, Иван, смотрите Мы вас пригласили в эфир Федеральной радиостанции Мы продвигаем дело борьбы с коррупцией Если бы вам сказали Послушайте, вот Завтра вы проснетесь утром А в стране коррупции вообще нет Люди изменились Милиционеры, значит, бегут Вслед за единственной машиной На стране Которая, значит, с этой пятирублевкой Еще свои деньги доставят Я тебе дам И по носу щелкаю Ну-ка, положи на место В кошелек, к жене отвези Ну вот Но вам для этого нужно было бы Нам сейчас подкинуть По соточке Вы бы пошли на это? Вот такой парадокс логический Вот такая вот опория Нет, потому что в целом Я считаю, что средства Это есть цель Нет То есть на самом деле Так же, как и Никакой идеальной ситуации Победы над коррупцией нет Есть некоторый процесс Который позволяет сделать коррупцию Практически несуществующую Создать такие механизмы Что коррупция это неудобно Понимаете? На самом деле так это устроено Почти во всех странах Просто Коррупция это удобно Но это удобно Это удобно, когда это так устроено Понимаете? Когда, например Если вы чиновник И вы получаете эти деньги Вот представьте, что вы шведский чиновник Вот вы, допустим, получили эти деньги Начнем с того, что Как вы их получили Если вы их получили в чемодане Тогда вы пойдете с этим чемоданом Вы не можете В банк Вы приносите в банк В чемодан денег Это сразу же идет В местный финмониторинг Потому что никто Чемоданы денег Просто так не носит Нашел? Нашел Дальше Молодец, Леха Лешка, тебя в сведению Молодчина просто Вот если вы чиновник То такое оправдание Как нашел Не прокатит В этом-то вся проблема Пусть мой двоюродный брат Сантехник Отнесет чемодан Нет, подожди Стоп, стоп, стоп Я для Леши нашел Нет, ты можешь, правда Усы такие очки Надеть, продавались раньше Нет В Швеции Если ты нашел Ты должен отнести в полицию Ну вот Я немножко Я имею ввиду, что у нас Ты с этой наличкой Можешь спокойно Ну, например В смысле Ты идешь Покупаешь себе Чиновник идет Покупает себе машину И никаких, в общем-то Вопросов нет Ни у того, кто продаст Тому машину За эту чуману денег Более того Он ее даже зарегистрирует На себя лично Укажет в декларации И никаких вопросов Откуда взялась у него Эта машина Которая стоит В два раза В двадцать Или в двести раз Дороже его зарплаты Не возникает Предприятие Подождите, стоп, секунду То есть тут Это вопрос Не качества человека Который примерно Одинаково по всей планете Если верить Всяким Толерантным Представлениям А вопрос Качества законодательства И Условия Ну нет Также это конечно Сложившийся институтов Условно говоря Ситуация такая же С тем Ситуация также связана С тем Как относятся К этому ваши друзья Понимаете Если у нас Чиновник будет говорить Что Вот представляешь Мне тут пришли Дерег дать А я Сказал ему Нет Нет не буду И сдал его Еще и Милиционерам Ну что Ну ему скажут Ну странно Странно То есть это все-таки Качество человека Людишки плоховатые Нет Это сложившиеся обстоятельства Например Вот в институте Где В университете Где я работаю В высшей школе экономики Там коррупция Нетолерантные отношения Я каждый раз Когда выступаю На каких-нибудь Общеуниверситетских мероприятиях Это очень простой опрос Мы спрашиваем студентов Вышки И студентов других вузов Могут ли они Представить себе У себя В столовой обсуждение Сколько дать взятки Преподавателю И Вот студенты Вышки Представить такого не могут Я не говорю Что нет коррупции Я говорю Что просто не принято Такие вещи вообще обсуждать Обсуждать в столовой На тебя посмотрят На тебя посмотрят Просто в институте Такая культура Что про коррупцию Но если она даже есть Про нее Но это вообще не круто А в других вузах Существует такая культура Что это нормально Круто Ну вообще Абсолютно В столовке обсуждают Это с преподавателями Да Собственно говоря И там проискуранты Рядом с меню перескурант на взятки. Ну, то же самое. Это институты, которые складываются. Но по им. этого это, да, это правило, насколько это просто и сложно. У нас, особенно до недавнего времени, воровать было очень просто. Сейчас, ну, это чуть сложнее, да все равно еще... Нет, у нас еще есть большая проблема. У нас не просто... Вот, столько сказать, почему я спрашиваю все время про водителей, вот про гангстеров и филантропов, про водителей и гаишников? Потому что, когда тебя останавливают и говорят, вы, условно говоря, не пристегнуты, с вас 500 рублей, сейчас я выпишу вам тататам, вы пойдете в ближайшую сберкассу. В течение двух недель, ну, и так далее. И ты, значит, слушаешь это все тягомо, и думаешь, господи боже мой, вот тебе 500 рублей, я поехал, езжай. Это проще. Это просто технически проще. Да, но вся эта система ГАИ, извините, у нас сейчас существует в основном для того, чтобы вымогать деньги. Она не существует для того, чтобы снижать аварийность или увеличивать скорость. Более того, аварийность или скорость не привязаны к их показателям деятельности. К их показателям деятельности привязано количество штрафов, которые они выпишут. Но это же бред. Понимаете? А вот сейчас ввели камеры, камеры штрафуют так, что нельзя им заплатить взятку. Ну что, все платят. Платите же штраф, если вам приходят платить. Нет, на самом деле еще существует, я просто вспоминаю свой, например, испанский опыт нарушения правил дорожного движения за рубежом. ПОС-терминалы, то есть переносные терминалы, где можно карточкой оплатить сразу. Ну, людям-то быстрее и хочется действительно жить правильно. Если бы была заинтересованность, если бы была заинтересованность сделать так, чтобы гаишнику было как можно быстрее оформить этот протокол. Сейчас, кстати, iPad выводят. Вот если на iPad будет реально удобная программа, понимаете, уже вопрос сейчас, начальник, будем оформлять вам здесь вот 10, сейчас пройдете со мной и так далее. Понимаете? Но для этого должна быть заинтересованность в целом не в том, чтобы он выписал какое-то количество штрафов. Давно говорится, что привяжите их показатели к скорости движения и к аварийности на этом участке. Хорошо. По пятибалльной шкале, вот рейтинг устремленности в стране на всех уровнях. Какой? Антикоррупционную устремленность, я имею в виду. Будь то законодательство, новые акты, подзаконные и законные, собственно, отношения к людей, толерантные и не толерантные и так далее. Вот по пятибалльной шкале, если совсем все в общем оценить, устремленность к борьбе с антикоррупционной устремленность, рейтинг каков? Ух, ну и вопросики у вас. Ну, в лучшем случае на троечку. На троечку это нормально. Это зачет, это зачет троечка. А так скорее, конечно, ну, чаще на двоечку. А вы можете вычленить какой-нибудь самый коррупционный закон? Самый коррупционный закон? Ну, лазейку. Ну, какую-то такую прям вот... Золотую, черную дыру, прорежку. Черную дыру для золота. Ну, из действующих, вот прямо так сходу сказать не могу, был... Хочу пример из тех, что действовал. В некоторое время действовал закон, когда, что при ввозе автомобиля его надо было пройти сертификацию на отсутствие в нем жучков. Я помню. В буквальном смысле жучков. Да, да, да. Буквально в смысле, которые могут съесть все наши остальных и все остальные плантации. И при этом вот эту вот сертификацию проводила одна контора, которая, по сути, ну, являлась... Ну, как? По сути, там просто покупалась справка. Вот, ну, этот закон сам по себе, его внедрение, оно является типичным примером коррупционного закона. Таким образом, по-моему, пытались же препятствовать ввозу в страну праворульных автомобилей. Это же была против этого направлена инициатива. Там против этого, а в целом к этому, ну, вот, чисто экономически оно было устроено таким образом, что единственное... Что эту услугу оказывала единственная коммерческая организация. Вот. А это уже параметр. А вы не знали, кому она предназначена? Нет, если любая контора, ну, какая-то, в любой сфере одна только оказывает услуги, это уже как бы... Ну, это не обязательно монополия, она может быть эффективна, это экономические модели. А кому она принадлежала, эта компания, вы знаете? Нет, это не получается установить. Понимаете, у нас сейчас часто так устроено владение акциями, что они уходят куда-нибудь... Ну, это мы слышали по аэропорту Домодедово, когда там был взрыв, потом искали, еще три месяца искали, кто здесь хозяин. На самом деле, кстати, тоже простейшая система, что компании, участвующие в, например, компании, участвующие в государственных тендерах, обязаны открывать своих бенефициариев. Мы не можем принять закон, что все компании обязаны, но компания имеет право, участвовать или не участвовать в государственных тендерах. Примите простейшее законодательство, которое обязывает компанию, которая подает на государственный тендер, открывать своих бенефициариев. До конечного бенефициария. Есть какой-то, не знаю, годами сложившийся, там, прошедший проверку мировой практикой и т.д. и т.п. список законов, который, ну, если не гарантированно ведет к, там, не знаю, к полному уничтожению коррупции, так сильно-сильно ее сужается. Ну, список законов есть, он есть, и он как раз есть во всех международных конвенциях, которые Россия в той же степени подписала, и Медведев пытался их копировать. Но дальше-то в чем заключается? Во-первых, при копировании они у нас немножечко адаптировались так, чтобы стать попроще и не такими жесткими. Во-первых, во-вторых, есть правоприменительная практика, есть суды, которые дальше должны их применять. Есть также конкуренция. Вообще ключевым инструментом противоречивания коррупции является конкуренция, в том числе политическая конкуренция, потому что если у вас есть, ну, например, чиновник из одной партии, то все остальные службы тоже связаны с этой партией, не так рады его за это наказать. В Америке банально... Прям именно в этом месте, конечно. В эфире профилактика! В Америке банально есть две партии, об этом я пытался рассказать, и уже хотя бы это провоцирует некоторую конкуренцию между ними и не дает спокойно жить чиновнику, потому что не в том, что там все люди хорошие, а в том, что если какой-то чиновник, ну, например, заворовался, то другая партия максимально заинтересована в том, чтобы это вскрыть, потому что чаще всего этот чиновник является сторонником одной из партий. Мы стали сейчас свидетелем подобного в Государственной Думе, когда вот эта война... Компроматов. Компроматов, да, на бизнес. Да, теперь вопрос в том, будет ли такое же последствие для членов другой партии. Говорят, что будет, а там посмотрим. Ну, каких-то выберут. А у вас есть ощущение, что это, так сказать, элемент систематической борьбы? Или элемент политической борьбы? Это, с одной стороны, конечно, в первую очередь элемент политической борьбы, но я рад, что именно уже антикоррупционная тема становится элементом политической борьбы. Это намного лучше, чем когда это является... Когда политическая борьба строится вокруг, я не знаю, кто больше любит Родину, и люди начинают мерить с какими-то абстрактными вещами, потому что любовь к Родине — это личное дело каждого, которое мерить публично, на мой взгляд, глупо. Когда она строится на обвинении в том, кто из вас, я не знаю, больше русский или больше нерусский. Я думал, это вопрос просто... То есть когда борьба строится на законопослушании того или иного, собственно, гражданина, это намного... Смысл не в законопослушании, а в том, что если коррупция стала... То есть раньше друг другу как там по морде били? Ты гей. Чё? А теперь ты коррупционер. И это проблема как бы. А так сказали бы, ладно, дальше, дальше, дальше. Ещё есть что-то накопано? Ну, чё? Это даже хорошо. А, кстати, ваша организация вообще имеет какое-то влияние на власть, на принятие решений, на принятие законов? Вас спрашивают. Ну, мы делаем аналитику. Ну, у нас есть с некоторыми органами власти довольно продуктивные взаимоотношения. Например, удивительно хорошо у нас сделают взаимоотношения с МВД. Главное управление противопротивляетской коррупции. Мы участвуем регулярно в их круглых столах, делаем им нашу аналитику по мировой практике, которая существует законодательно. И потом что-нибудь вы видите в решениях принято, что вы предложили? — Ну, да, скажем так, есть некоторые позитивные сигналы. — Один раз видели? — Один полицейский отказался брать взятку. — Стоп, даже не решение, а позитивные сигналы вы их назвали, да? — Да. На самом деле, ну, в целом, нет, из тех законопроектов, которые приняты, что-то попадает, что-то удаётся в лучшую сторону поменять, что-то не удаётся. Это достаточно, конечно, всё, к сожалению, у нас сложный. И наш государственный механизм настолько сложный, неповоротливый и, скажем так, имеет столько ступеней противодействия любой антикоррупционной инициативе. — А кто противодействует? — Бюрократия. — Бюрократия? — Ну, бюрократия специальная, вынужденная. То есть люди понимают, что сейчас они сами на себя капкан наденут. — Ну, примерно так. Есть бюрократия, которая видит в этом своё кормление и понимает, что чем больше будет каких-то антикоррупционных процедур для них неприятно, тем больше для них будет проблем. — А вы видели какую-нибудь белую ворону, которая вот сидит там вот в этих верхах власти и по-настоящему борется с коррупцией? — Скажу так, что они об этом предпочитают не рассказывать, потому что иначе они... — Заклюют. — Белая ворона. — Они вылетят, да. — Выспозволите несколько из того, что слушатели пишут. Во-первых, Виктор Ковылет, мне в Твиттер он прилетел, может назвать «Чёрную дыру». Это 229-й ФЗ об исполнительном производстве. — Что именно там он имеет в виду как «Чёрную дыру»? — Ну, вообще. — 229-й ФЗ. — Плохой закон. Ну, то есть это закон коррупционной ёмки. По мнению наших слушателей. Не знаю, что имеется в виду. Вопрос из Рязанской области. Институт лоббизма. Разве это не легализованная коррупция в США? И попадает ли она в этом смысле в какие-либо рейтинги? — Нет, не попадает, потому что это не является злоупотреблением властью. Это является абсолютно легальным способом получения доходов для человека, который занимается лоббированием. Он регистрирует себя как лоббиста. Это всё публично. И вы можете посмотреть, ради кого этот депутат будет. — То есть если мы узаконим коррупцию, то она перестанет быть преступлением. — Ну, что значит коррупция? Кстати, в Грузии, несмотря на то, что я не считаю, что в Грузии всё идеально. И там сейчас, например, наше, кстати, отделение Transparency International в Грузии публикует много данных относительно текущей ситуации и столкновений, и политические репрессии, которые там сейчас происходят. Но это мы всё оставим. Но некоторые позитивные шаги там были сделаны. Например, возможность ускоренно получать государственные услуги, когда в начале противодействие коррупции развивалось. То есть сейчас какая ситуация? У нас есть очень медленный механизм. Например, получение загранпаспорта. Очень долгое, очень сложное. Вот ввести процедуру, где за легальную сумму денег можно было бы это получить быстро. — Ускорить. — То есть сразу образовалась очередь. — То есть официально узаконить взятку. — Не взятку, а ускорение, смазывание деньгами. — Почему в данном случае это взятка? То есть имеется в виду речь о том, что на эти деньги у вас был бы выделенный человек? — Нет. Разница между человеком, который даёт взятки и не даёт. Не даёт, у которого нет этих денег. Значит, он вынужден отстаивать все эти очереди, проходить все эти длительные процедуры. А человек, у которого есть деньги, он их даёт для того, чтобы было быстрее. — А если у вас по закону есть возможность ускорить, то это не взятка. — Здесь знаешь, что корректнее, Лёш? С дорогами, платными и бесплатными в Европе. Ты можешь поехать по платной дороге и быстро, а можешь поехать по бесплатной, нет проблем. — Кстати, справедливости ради хочу сказать, что я, например, получал свой загранпаспорт в прошлом году. Вот я вам клянусь, 25 минут — это на подачу документов, когда я забирал его. — Через месяц забирали? — Да, да. — Ну да, но всё равно для некоторых даже месяц. Но хотя вот видите, тоже кто-то не платит взятки. — Вопрос просто конкретный. Почему-то, если есть возможность сдавать загранпаспорт, а за три дня, а не за месяц, почему не делать это для всех? Зачем нужно вводить отдельную статью, которая опять же за деньги? — Нет, я считаю, что вообще надо отменять российский паспорт, оставить один паспорт, как есть во всём мире, потому что это некоторый бред, что у нас существует российский паспорт и загранпаспорт. Мы одна из немногих стран, кто имеет такую двойную систему. Но это отдельно, и это тоже необходимо делать. Мы про это вписывали в разные государственные программы, может быть, что-нибудь из этого получится рано или поздно. — Я представляю, как вы вырывали, вписывали туда что-то своё, вас отгоняли, забирали обратно эти бумаги. — Нет, ну как же так? Вы подходили, а дело отвлекает разговор об этом. — А, ну хотя бы так. — А является ли коммерческий подкуп частным случаем коррупцией, с вашей точки зрения? Попадает ли он в ваши рейтинги? Григорий спросил. — Да, есть отдельные рейтинги, связанные именно с коммерческой коррупцией. Да, попадает. Коррупция в частном секторе — это тоже объект нашего внимания. — Иван, когда будет хорошо в стране? — Да что, сейчас сразу прямо так плохо? — Нет! — Хорошо. — Я в коррупционном смысле. Мне хорошо, реально. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Ну, в смысле коррупции. Вот динамику вы же понимаете. Вы редкий человек, который всё видит и понимает. Который не будет звонить, как «Денис, я тебя найду ещё!» — И орать просто, всё стало плохо. А что именно? Ну, вообще. Вы скажите. — Репа стала плохо расти. — Я думаю, сначала должны упасть цены на нефть, а потом через лет, через пять после этого момента всё станет хорошо. — А, мы вынуждены будем, так сказать, начать жить, да? — Да. — И творить, и работать. — Не осталось денег ни на взятки. — Нет, потому что такой уровень взяток возможно именно потому, что у нас есть огромное количество денег, даже когда их всех разворовывают, половина из них разворовывают, половина из них достаётся. Да, и все, в общем-то, чувствуют и считают, что всё хорошо. — Некоторые называют это счастьем. — Ну, запомните. — Столько денег много, что ворую, они всё равно остаются. — Скатерть самобранка. — Запомните прогноз Ивана Ниненко. — Иван Ниненко был сегодня с нами, заместитель генерального директора Центра антикоррупционных исследований. Я знаю, что хотел сказать, друзья, перечислить. Метромни, ласточки апокалипсис, гибель пчёл, воры в законе, патриарх в МГУ, Византия, Уганда, коррупция — всё это «Вместе профилактика». До завтра. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Продолжение следует...